Мадрид Мадрид Испанская полиция не только обеспечивает безопасность граждан. Это единственный орган, ответственный за оказание гражданам такой услуги, как выдача паспорта, который является аналогом нашего заграничного паспорта, и национального удостоверения личности, так называемый внутренний паспорт, аналог нашего российского паспорта. В марте 2014 года главному документу, национальному удостоверению личности, исполнилось 70 лет. И все эти годы он оставался самым надежным документом Испании. Мы с уверенностью можем сказать, что до сих пор еще ни разу не было случая фальсификации наших паспортов или иных документов. Были попытки изменить фотографию на документе или какую-то информацию, но никому не удавалось полностью сделать фальшивый паспорт или удостоверение личности. Это маленькая пластиковая карточка, которая по размерам и в чем-то по формату напоминает водительское удостоверение, либо просто пластиковая банковская карточка, только там есть фотография, индивидуационный номер. Национальное удостоверение личности, ДНИ, в том виде, в каком оно существует сейчас, было разработано в 2006 году. Это паспорт электронного формата с чипом, который включает в себя целый ряд данных. Фотография, отпечатки пальцев, электронная подпись и другие биометрические данные гражданина. Мы обновляем эту модель примерно каждые 5-6 лет, с тем, чтобы идти в ногу со временем. Сейчас мы работаем над проектом, который связан с идентификацией личности через облачную сеть. То есть мы запускаем так называемое «поколение 3.0», но при этом уже думаем над четвертым поколением. В удостоверение встроен специальный чип, выполняющий функции идентификатора личности, электронной подписи, чтобы получить весь объем государственных услуг в электронном виде. Таким образом, каждый гражданин с помощью своего удостоверения личности и с помощью электронной подписи, которая подтверждается отдельно, может запрашивать любые государственные услуги через интернет. Электронная подпись в Испании основана на цифровых сертификатах. Проблема цифрового сертификата заключается в том, что граждане не могут запросто им воспользоваться. У них возникают трудности с использованием электронных считывающих устройств. Чтобы прочесть такой сертификат, необходимо портативное считывающее устройство – приставка к компьютеру. В Испании была проведена кампания, во время которой такие устройства выдавались жителям. Правительство стремится сделать так, чтобы не только молодежь, но и люди старшего возраста пользовались всеми функциями, которыми обладают удостоверение. Для этого в ход пускают инновационные технологии. Мы надеемся и дальше расширять функции этого документа, например, включив в него информацию, которая сейчас находится на карточке медицинского страхования граждан. Тогда отдельный страховой полис будет уже не нужен. Раньше паспорт выдавался только с 14-летнего возраста. Но сейчас, благодаря тому, что семьи все чаще выезжают с детьми в другие страны, паспорта начинают делать гораздо раньше. В Испании 389 отделений национальной полиции и порядка полутора тысяч паспортных столов, которые занимаются выдачей паспортов и удостоверений. А это около 50 миллионов посещений в год. Сейчас процедура получения документов очень проста. Гражданин записывается на прием по телефону или через интернет. Система предварительной записи работает круглосуточно 7 дней в неделю. Затем человек приходит в офис со всеми необходимыми документами и в тот же день получает паспорт или удостоверение личности. Получить документ без предварительной записи тоже можно, но только в случае, если у служащего будет свободное время. Гражданин единократно обращается в полицию для получения удостоверения или паспорта. Ты заходишь на сайт и пишешь заявление на получение документа, и тебе его буквально сразу выдают в центре, который ты выбираешь. И все. Все эти службы работают очень хорошо. Все очень просто. Из дополнительных плюсов можно отметить, что поскольку вся необходимая информация хранится в глобальной компьютерной системе, эту карточку можно восстановить на всей территории Испании. Не обязательно идти в то отделение ваше территориальное, в котором вы ее получали. Получение паспорта занимает не более 15 минут. Электронного удостоверения еще меньше. Минут 6. Стоимость услуг 10,5 евро за удостоверение и 25,76 евро за паспорт. Удостоверение личности гражданина Испании надежный и очень полезный документ, потому что Удостоверение личности легко получить, но невозможно подделать. С помощью встроенного чипа можно удаленно и безопасно получать государственные услуги. Один номер, одна карта заменяют множество документов. Удостоверение личности, заграничный паспорт, страховое свидетельство, водительские права, а в будущем полис медицинского страхования. Мы собираем по всему миру лучшие практики, чтобы сделать наш город комфортным, безопасным и удобным для жизни. Мы учим управлять городом. До встречи! Продолжение следует...